Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Пожьянов, вы находитесь на канале Грамотный Сантехник и сегодня мы еще раз задронем тему, схему любого газового котла с любым бойлером. Но прежде чем мы начнем, вдруг у вас останутся какие-то вопросы, вы можете зайти на мой сайт Грамотный Сантехник и тут есть мой номер. И в WhatsApp можете задать мне вопрос, также узнать подробнее о моей услуге онлайн-консультации. Здесь также можете посмотреть, есть отзывы на сайте, мои работы и так далее. Но сейчас самое главное, появился новый полезный материал. Это курс для самостоятельного обучения. У меня уже их, кстати, два. Курс называется «Сами с котлами». Основная идея курса – это ремонт котлов своими руками. Ремонт, обслуживание и монтаж, естественно. Так что можете перейти, кому будет интересно. Но самое главное, сейчас вы можете этот материал приобрести с 50% скидкой. Материал стоит сейчас по предзаказу со скидкой 990 рублей и вы можете до 1 января оформить предзаказ. В общем, ссылочка есть в описании. Кликайте, изучайте. Также подсказка есть в правом верхнем углу экрана. Это мой вам подарок на Новый год. На самом деле я уже снимал видосы подобного плана, как сделать рециркуляцию, как подключить бойлер к котлу Протерм, как подключить бойлер к двухконтурному котлу. Все ссылочки на эти вопросы, все ссылочки, точнее на все эти видео будут в описании. И также подсказки будут в правом верхнем углу экрана, если вдруг останутся какие-то вопросы. Я уже все снимал, но в комментариях я увидел один такой вопрос. Человек говорит, молодец, конечно, хорошо рассказывать про то, как подключить бойлер к котлу, который предназначен для этого. Давайте разберем, как бойлер косвенного нагрева будет работать с обычным котлом Conort, например. У него автоматика самая простая. Вы поставили, допустим, на тройку, он греет 45 градусов. Поставили на семерку, он греет 80 градусов, это его максималка. И, соответственно, он просто нагревает, либо включает, либо включает, отключает горелку. Автоматики у него нет абсолютно никакой. Как же мы можем с вами это все дело собрать и как это будет работать? Итак, смотрите, вот наш достопочтенный котел Conort. Я люблю собирать все через гидрострелку. Не знаю, кто-то говорит, что она не нужна, но, ребят, сейчас я объясню, почему она мне реально нужна в этой схеме, в этом схематозе. Мы с вами устанавливаем после котла гидрострелочку. Установили. Вот у нас пришла подача на гидрострелку и ушла обратка с гидрострелки. Котел у нас гидрострелочку греет, скажем, на 65 градусов. 65 градусов. Это у нас гидрострелка. Тут, понятное дело, нужен насос, который просто включен в розетку и запитан, и постоянно крутит. Например, 25 на 2, 25 на 4, только-только, чтобы вот по котлу и гидрострелке гонял отопитель, ну, сам теплоноситель. Вот. Тут точно так же мы, значит, уходим, вот у нас гребенка, будет вот здесь вот подача, здесь будет обратка. Вот так вот обратка, и вот так вот будет подача. Вот. Далее мы с вами запускаем, значит, делаем краны. Краны мы делаем вот здесь, например. Это у нас будет подача обратка. Вот так вот. И здесь у нас пойдет с вами, это все дело у нас пойдет на отопительный контур, скажем так. Это мы вот сюда уведем. Это у нас подача, и это пускай будет обратка. Обратка. Здесь у нас, например, радиаторы, да, батареи. Я надеюсь, вам нравятся мои художественные рисунки, но самое главное смысл этой схемы, да, чтобы понять. Вот. У нас с вами отопительный контур. На отопительном контуре у нас с вами устанавливается циркуляционный насос, ну там по вашим параметрам, например, 25 на 6. Шестерку установили насос, и он подключен к комнатному термостату. То есть он не работает напрямую от розетки, то есть он идет через блок управления и через комнатного термостата, например, на котором обычно мы его в коридор ставим. По беспроводному комнатному термостату у меня также есть отдельное видео в подсказке будет, и в описании все ссылочки я аккуратненько разложил, если вдруг будет интересно. Комнатный термостат ставим обычно в коридор, ставим 22 градуса, и этот насос запускается только тогда, когда в доме становится, например, 21 или 20 градусов, да, на улице стало холодно. Во-первых, это экономично, во-вторых, это удобно. Далее мы с вами ставим еще одни краны, еще одни краны, подачу и обратку, вот так вот, вот так вот. Вот, и подключаем, собственно говоря, к этому делу все к бойлеру. Сейчас мы вот так вот подключим, вот так вот. Это у нас подача. Здесь нам тоже с вами нужен циркуляционный насос, и мы к нему прикрутим автоматику, то есть мы ставим циркуляционник на подачу, например. Он у нас дает сюда, но он работает тоже не напрямую, он идет через термостат самого бойлера. Вот видите, вот здесь вот такая крутилка есть у самого термостата, вы поставили чуть побольше, то есть максимум это 65 градусов. Ну термостат надо смотреть какой на самом деле. И подключается это все в розетку, в розетку. Но, ноль мы разрываем через этот термостат, то есть, или фазу разрываем, тут уже как, кому будет удобнее. Вот, понятное дело, что сюда заходит ХВС вниз, это у нас ХВС, холодная вода, и горячая вода уже отсюда уходит на разбор. ХВС. Соответственно, когда нужно, то есть котелка Норд греет 65 градусов, вы поставили его там, например, на пятерку, и он греет у вас 65 градусов, нагревает гидроразделитель. Дальше на гребенке у нас стоит насос, шестерка на отопление, и насос, например, четверка, будет достаточно 25 на 4, если более рядом, стоит через термостат. Сейчас объясню, как к термостату подключиться. Как же к термостату подключиться? Вот он, термостат обыкновенный, да? У него вот здесь вот капиллярчик, капиллярчик, сейчас мы его, сейчас мы его, вот он. Капилляр, он опущен в середину бойлера. Сам термостат регулирует температуру просто механическим путем. И вот здесь вот есть контакты. Один контакт, один, и второй. Так вот, мы когда с вами ведем с насоса, подключаем сюда фазу, и уходит на розетку. На розетку. Вот так вот определим, да? А ноль, допустим, идет напрямую. Ну и разрываем либо фазу, либо ноль. Неважно, тут как бы очередность. И понятное дело, когда в бойлере вот этот капилляр нагрелся до 60 градусов, если его выставили, правильно, он отключает у нас насос. Отключает вот этот насос. Вот этот насос отключает. И все, в принципе-то, получается, мы задали температуру этим термостатом. Насос, если нужно, включается. Котел у нас стоит на 65 градусах постоянно. Обычно больше никто не ставит, если дом хорошо утеплен. И комнатным термостатом мы включаем насос, который стоит на отопительном контуре. В принципе, больше ничего не надо знать. Потому что эту схему я придумал, эту схему и применяли. И это все работает. Это реально работает с любым котлом, с двухконтурным, с одноконтурным. То есть, можно сделать вообще любой котел. Любой котел вам нагреет 65 градусов. Так что, будет работать. И еще, кстати, был вопрос о том, что человек пишет, есть такая штука, называется легионелла. Это, в общем, бактерии, в общем, образовываются в болере косвенного нагрева. Иногда надо прогревать до хорошей температуры. Ну, поставили котел там на 75 градусов. На 75 градусов раз в полгода просто поставили котел. Термостат выключили. Ну, поставили там 15 градусов. И включили 75 градусов на котле на максималку. Прогнали бойлер, нагрели его хорошенько. Вот и все. И ваша легионелла сработает в ручном режиме. Так что, ребят, не надо ничего придумывать. Можно просто поставить комнатный термостат. Через термостат капиллярный, который стоит в бойлере, поставить уже насос на бойлер. И тогда у вас будет все отлично работать. Ну, и еще нужно обязательно поставить обратные клапана. Обратные клапана. Вот сюда вот поставить обратный клапан. То есть, чтобы он пропускал только вот сюда. И вот сюда поставить обратный клапан, чтобы он пропускал только сюда. Клапана обязательно нужно ставить лепестковые. В остальных видосах вы посмотрите и найдете, как я это все устанавливал. Ну и, в общем-то, и все. Ну что ж, надеюсь, я был сегодня для вас полезен. Теперь вы знаете уже 100%. Даже если зайдете в ссылочки в описании и посмотрите, как это все установить. Вы уже 100% знаете, как подключить любой бойлер к любому котлу. И как сделать любую схему рециркуляции. С любым, кстати, бойлером. Накопительным, косвенным, вообще абсолютно без разницы. Ну что ж, а с вами был Дмитрий Пыжьянов. Надеюсь, я был сегодня для вас полезен. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви. И до встречи.